Светлана Горбачёва. Её кандидатуру на должность директора гимназии номер 2 согласовали депутаты городского совета. Имеет высшее педагогическое образование, старшая педагогическая работа составляет 22 года. В 2023 году прошла профессиональную подготовку по программе менеджмент по образованию. Имеет первую квалификационную категорию по должности директор. А на должность директора школы номер 56 советского района народные избранники согласовали кандидатуру Юлии Приваловой. На повестке порядка десятка вопросов. Среди них изменения и дополнения в устав Брянска. Последние правки в документ вносили осенью прошлого года. Новинка. Появляется дополнительная возможность проведения публичных слушаний и обсуждений через единый портал государственных и муниципальных услуг. А ещё лишение депутатского мандата, если народный избранник без уважительной причины 6 месяцев не приходил на заседание городского совета. Детки просят приобрести им определённого рода подарки, то, чтобы они хотели получить к Новому году Деда Мороза. И мы с вами всегда бываем Дедом Морозами. Поэтому в этом году мы также ёлку поставим. До Нового года месяц. Марина Дбар обращается к депутатам, городской администрации, департаментам, муниципальным службам. Порадовать детей. Присоединится к акции «Городская ёлка желаний». Проходит она по инициативе главы города с 2020 года. Это уже в четвёртый раз. Подарки дарят тяжелобольным малышам, детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, детям, участникам СВО. Мы будем с вами приобретать отдельные подарки. Не те, которые в коробочках конфетных подарков, а те подарки, которые хотели бы приобрести детки. Давайте все поучаствуем в наступающем 2024 годе и сделаем нашу ёлку очень интересной, красивой, замечательной, чтобы дети получили от этого удовольствие, наслаждение. И каждый из них исполнил свою заветную мечту. И мы поможем им в этом. Также депутаты поддержали изменения в план приватизации муниципального имущества Брянска на следующий год. 37 объектов недвижимости будут проданы на торгах, а это плюс к доходам городской казны. А ещё из схемы размещения нестационарных объектов областного центра народные избранники предложили исключить 4 объекта. Это киоск и 3 летние площадки кафе. Для общепита всё становится проще. Предпринимателям достаточно один раз обратиться в администрацию города за разрешением для использования земли. Армен Марукян, Сергей Севастьянов, Брянск.